Новости продолжают эфир. Канал А24КЗ. В студии работают Виктория Антонишина и Вера Захарчук. Здравствуйте. Космужа Мартукаев обсудил по телефону с Владимиром Путиным паводковую ситуацию в приграничных регионах. Главы государства договорились об укреплении взаимодействия между правительствами двух стран в борьбе с природной стихией. Обсудили и перспективы развития двустороннего сотрудничества, отметив традиционное динамичное развитие казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства. Обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих встреч. Космужа Мартукаев обратился с благодарностью главам государства, выражающих сочувствие и поддержку из-за паводков, а также поблагодарил казахстанцев, о встретивших природную стихию, проявив сплоченность и единство. Текст обращения глава государства опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Ни один человек, цитата, не останется без внимания и заботы. Борьба против стихии продолжается, отметил президент. В дни природной стихии, охватившей целый ряд регионов страны, на мое имя поступают обращения глав дружественных государств со словами сочувствия и предложениями помощи. Казахстан искренне благодарен за готовность наших друзей проявить солидарность в нелегкое время противостояния беспрецедентным по своей разрушительной силе паводкам. Отрадно, что в момент тяжелых испытаний наш народ вновь проявил себя с самой лучшей стороны, показал пример единства и стойкости. От всей души благодарю граждан Казахстана. Обеспечить пострадавших от паводка жильем услугами образования и здравоохранения поручил Улжас Бегтинов. Глава правительства провел совещание по ликвидации последствий водной стихии. Что касается строительства домов, то уже разработан типовой проект, по которому будут строить жилье в регионах. В пунктах временного проживания по всей стране остаются сейчас почти 8,5 тысяч казахстанцев. Еще столько же уже вернулись домой. Добавлю, в паводкоопасных регионах 130 школ перевели на дистанционный формат обучения. Это 115 тысяч учащихся. У нас сейчас основной алгоритм разработаны по тем детям, которые находятся в эвакуационных центрах. По ним тоже работу уже начали. Дети начальных классов, это первые и четвертые классы, будут размещены в оздоровительных центрах, лагерях, с полной организацией учебного процесса совместно с родителями. Учащиеся 5-8 классы будут размещены в интернатах школ Дарын, Белниш, на тех территориях, где они проживают. Старшеклассников 9-11 классы разместим в колледжах, вузах. Задача до окончания паводков и завершения восстановительных работ обеспечить детей обучением, летним отдыхом. В рамках фонда всеобучия все дети будут обеспечены всеми необходимыми школьными принадлежностями. Олджи Азбектенов во время своего краткосрочного рабочего визита в Бишкек обсудил режим работы водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования с председателем кабинета министров Кыргызстана. Прибыл глава правительства туда по поручению Космужумарта Тукаева. На следующей неделе в Аккорде с официальным визитом ждут президента Кыргызстана. И сейчас на правительственном уровне идет обсуждение предстоящих деталей. Переговоры глав правительственных делегаций прошли в государственной резиденции «Аларча». Стороны обсудили совместные меры по наращиванию двустороннего товарооборота до 2 миллиардов долларов. При этом внимание уделили конкретным проектам, направленным на укрепление торгово-экономического сотрудничества двух стран. Казахстан уже на данном этапе готов нарастить экспорт по 195 товарным позициям на сумму 260 миллионов долларов. Потенциал имеется в пищевой, промышленной, нефтехимической, строительной, фармацевтической отраслях и в ходе реализации совместных торгово-логистических проектов. Главы наших государств особое внимание уделяют развитию двусторонних отношений. Поставленные президентом задачи должны быть выполнены в полном объеме и максимально эффективно. Как мы видим, в последнее время эти усилия приносят значительные плоды. Исходя из сказанного, правительство Казахстана готово и дальше работать в этом направлении. Премьер-министр Казахстана подчеркнул важность раскрытия потенциала сотрудничества в сельском хозяйстве. Для этого правительствами двух стран будут приняты меры по увеличению взаимных поставок продукции и запуску совместных проектов. В связи с необходимостью поддержки аграриев, Олжас Бектенов подчеркнул важность утверждения режимов работы водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на вегетационный период 2024 года. Наряду с этим стороны отметили динамичную работу по повышению пропускной способности казахстанско-кыргызской границы, а также привлекательности транзита для грузоперевозчиков. Как и прежде, мы готовы всемирно поддерживать все двусторонние инициативы, направленные на развитие взаимных плодотворных взаимоотношений. Сейчас мы с тревогой вниманием следим за событиями в Казахстане, связанными с паводками. Выражаем глубокую надежду на то, что ситуация в ближайшее время нормализуется, а последствия будут минимальными. Детали предстоящего официального визита президента Кыргызстана Садыра Джапарова в Казахстан премьер-министр Олжат Бектенов обсудил в ходе встречи с главой соседнего государства. Планируется, что в Астане президенты двух стран проведут заседание Высшего межгосударственного совета, где рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, Садыр Джапаров примет участие в открытии Дней кыргызского кино в Казахстане и ряде других мероприятий. Официальный визит кыргызстанского лидера намечен на 18-19 апреля. Бакычер Машев, специально для 24КЗ, Бишкек, Кыргызстан. Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в северо-казахстанской области. Там живут больше 200 человек. Первый заместитель премьер-министра осмотрел дамбы и заслушал доклад Акима Петропавловска, который доложил, что большая вода подойдет к селу через три дня. Однако укрепленная дамба сможет удержать только первый перелив воды. По прогнозам, дачный массив затопит со всех сторон. Из 200 домов под угрозой больше половины. Скляр поручил проконтролировать переселение семей и разъяснить жителям, почему важно эвакуироваться. На это есть всего два дня. Главное, жителям обращение вам сделать. Представители ваши должны обойти МЧС. Помочь людям эвакуироваться. Пункт размещения, где мы переговорили. Эту работу уже не переговорили. По дамбе хочу выразить благодарность тоже подрядным компаниям. С нами молодцы. Очень краткие сроки отработали. Подрядчики отработали. Мы составим бригаду в количестве 30-40 человек. Ежедневно выезжаем на место ликвидации ЧЭС. Мы были в таких местах, как Заречный, Тепличный. Сегодня приехали сюда в целях укрепления дамбы. С целью обезопасить мирных жителей города Петропавловска. Высота перелива Сергеевского водохранилища превысила исторический максимум. А значит, большая вода придет и в Петропавловск. Скляр распорядился минимизировать угрозы переливов, мобилизовать спецтехнику и укрепить дамбы вдоль насосной станции, чтобы обеспечить город бесперебойным водоснабжением. В пятницу ожидаем. В пятницу, наверное, уже вода придет. Фот закрываете и здесь остаемся. По качеству, по-моему, на мой взгляд, нормально отработать. По качеству наращивания дамбы. Полтора метра. Если она, да, полтора метра добавили, задача в период паводка, чтобы вода была нормального качества и бесперебойное водоснабжение и водоотведение обеспечить. Большой паводок, который придет, он не должен отразиться на жизнеобеспечении города. Энергетики свою задачу выполнят, у них, в принципе, проблем нет. Все, что необходимо по ходу, возникающие проблемы, мы тут же будем вам помогать, будем все вместе решать. Я вижу, как сейчас проводятся работы по защите нашего города. И в первую очередь стратегических объектов. Это первый подъем, второй подъем, который обеспечивает город водой. Такие масштабные паводки, мою бытность, сколько я себя помню, 41 год от работы на предприятии, такого у нас не было. Я думаю, что мы приложим все усилия для того, чтобы не допустить затопления города и наших стратегических объектов. Больше ста казахстанцев получают лечение в стационарах, расположенных в потопленных регионах. В основном это жители Мангастауской от Ираусской областей. Такие данные на брифинге сегодня озвучил официальный представитель Медздрава, пояснив, что в потопленных регионах есть достаточный запас медикаментов. В шести регионах, где паводковая ситуация остается сложной, это Атраусская, Аксюбинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Хостанайская области, усилена работа служб скорой, медицинской помощи, приемных покоев, стационаров и организации первичной медико-санитарной помощи. В 70 задействованных эвакуационных пунктах развернуты медицинские посты, где круглосуточно дежурят врачи и средний медицинский персонал. Задействовано около 300 медицинских работников. В городах Атрау-Кулсара обстановка в части здравоохранения стабильная. За медицинской помощью в связи с паводком граждане не обращались. Медорганизации работают в штатном режиме. На реке Жаюк возводят новую плотину длиной в 15 километров. Она станет продолжением старой. Таким образом, общая длина гидротехнического сооружения составит 100 километров. С ходом работ ознакомились мажористмены Едиль Жанбышин и Адиль Жубанов. Они встретились с жителями затопленных районов. К слову, восстановительные и строительные работы ведутся на канале Соколок в городе Атрау и нескольких районах области. Отмечу, только в Маханбетском районе из 21 населенного пункта 17 расположены на берегу реки Жаек. Поэтому задействованы все силы. Они работают в круглосуточном режиме. Напомню, в Атрауской области в зоне потопления оказались жители Жилойского и Козылкогинского районов. Чтобы большая вода не попала в населенные пункты, мы должны построить плотины, ограждения, создать запасы лекарств, продуктов питания и горюче-смазочных материалов. Мы с местным акиматом вчера обсуждали вопросы о необходимости переселять граждан в безопасные места. Уровень воды в городе Кульсары Атрауской области, по последним данным, стал на 9 сантиметров. Сейчас отметка в некоторых частях города достигает почти трех метров. Ежедневно спасатели вместе с жителями совершают десятки рейдов. Эвакуировано почти 29 тысяч человек. В регионе в борьбе со стихией задействовано больше 7 тысяч человек. Алишер Нагипов расскажет. В Кульсары по-прежнему остаются подтопленными около 3000 домов и различных объектов. Добраться до них можно только вот на таких лодках. Использование любого другого транспорта может быть опасным. Ежедневно спасатели вместе с местными жителями совершают десятки рейдов. Люди в своих домах ищут оставшиеся документы, различную уцелевшую одежду, домашних животных и крупно-рогатый скот. Талгат Абдрахманов впервые с начала паводка, который затопил 50% города, увидел свой недавно построенный дом и не смог сдержать чувств. Вода залила абсолютно весь первый этаж, не единой сухой комнаты. Единственное, что удалось спасти, это пару пакетов с вещами и документами. Несколько дней не мог попасть к себе домой. Спасатели не подпускали, так как вода местами достигала трёх метров. Только сегодня сотрудники ДЧС на своей лодке довезли меня до дома. Я смог достать хотя бы документы и какую-то одежду. Помогли спасатели в этот день и Мухтару Танбаеву. В момент эвакуации мужчина в спешке оставил на привязи свою собаку. Пса по кличке «Шарик» удалось благополучно найти. «Шарик, шарик, 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 шарик». Судя по записи, четвероногий испытал сильнейший стресс и был очень рад приходу хозяина. «Спасибо спасателям, что отозвались на мою просьбу. Без них даже не знаю, что бы делал». Тем временем уровень воды в Кульсары, по последним данным, спал на 9 сантиметров. Сейчас отметка в некоторых частях города достигает почти трёх метров. Эвакуировано почти 29 тысяч человек. Некоторые жители выехали в Актау. Остальные размещены в Биенео, Буранкуле и на Тингизе. «Мы приехали в виде подкрепления из Алматинской области к городу Кунаев. Ежедневно работаем с утра до самого позднего вечера. Перед нами поставили задачу вести поисковые работы, помогать с эвакуацией, а также обеспечить безопасность местных жителей, которые хотят попасть в свои затопленные дома. Настоятельно просим людей не делать этого самостоятельно». Однако некоторые жители, игнорируя просьбы спасателей, пытаются попасть в свои дома самостоятельно. Как итог, новые трагические случаи. Так, несколько часов назад в городе обнаружили и извлекли из воды труп мужчины. Кто он и обстоятельства его гибели уточняются. К слову, поиски отца и сына, которые накануне отправились осмотреть затопленный дом, всё ещё продолжаются. 9600 домов, покинутых хозяевами из-за паводков, находятся под охраной полицейских. Фактов мародёрства не зарегистрировано, сообщили в Министерстве внутренних дел. Полиция продолжает нести службу в усиленном режиме. Это больше 4000 сотрудников и военнослужащих, а также курсантов. Задействовано порядка 700 единиц техники. Это патрульные автомашины, автобусы, грузовой транспорт, а также вертолёты и самолёты ведомства. В целом, под постоянным наблюдением больше 45 населённых пунктов. Кроме этого, постоянное патрулирование идёт на 14 участках республиканских дорог. В целях предотвращения распространения ложной информации органами внутренних дел идёт постоянный мониторинг информационного пространства. Например, житель города Жанаузен был привлечён к ответственности за распространение ложной информации о том, что в городе закрыта дорога из-за наводнения. В Костанае к ответственности привлечены 4 человека за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции о запрете выезда на затопленную территорию. В шести районах Акмолинской области стабильно напряжённая паводковая ситуация. Об этом во время брифинга рассказал представитель ДЧС региона Еркен Берлебеков. Обстановка стабилизировалась в Степногорске, районах Баржан-Сал, Акольском, Ерементауском и Егендепольском. Сохраняются риски и угрозы подтопления населения пунктов при движении и подъёме уровня талых вод на реке Есиль и её потоках в реках Жабай и Коутон. Из пострадавших районов эвакуировали больше 18 тысяч голов домашнего скота. Свыше тысячи эвакуированных жителей уже вернулись в свои дома, добавил спикер. Для защиты населённых пунктов возведены и укреплены обвалования протяжённостью 32 километра. 18 километров береговой линии водных объектов, 5 километров защитных дам, откачано более 2 миллионов кубов воды, уложено более 150 тысяч мешкотары с инертным материалом, расчищено и угроблено более 200 километров каналов и реков, очищено более полутора тысяч водопропускных сооружений. В аварийно-спасательных работах были задействованы 1269 человек, 347 единиц техники, 16 правосредств и 108 мотопом. Пункт сбора помощи для пострадавших от паводка организовали представители Ассамблей народа Казахстана в Кокшетау. Сейчас там собирают продукты питания, одежду, постельные принадлежности. За последние дни 200 семей получили помощь от представителей Акмолинского филиала Ассамблей народа Казахстана. Наши этнокультурные объединения не остались в стороне. Если одни организовали доставку продуктов и пищи спасателям и волонтерам, то другие предоставили в помощь технику и транспорт для борьбы с паводками. Государственные учреждения также приносят сюда продукты и предметы быта. Теперь в ближайшее время направим гуманитарную помощь в районы, где произошли подтопления. Почти 20 тысяч звонков поступило в Октябрьский ситуационный центр с начала паводка. Большая часть отработана, а в обработке около 400 обращений. Жители подают заявки в основном на откачку воды из подтопленных домов. Служба 109 и сейчас работает в усиленном режиме для оперативного реагирования. В одном месте звонки принимают и специалисты из разных подразделений. В их числе представители ЧЭС. Основным направлением, по которому нам звонили, в начале паводка это была откачка воды, соответственно, вызов ассенизаторов, чтобы убрать приходящую воду. На текущий момент и далее, когда вода уже подступила к домам жителей, начались звонки по подвозу инертных материалов, мешков, по вызову тяжелой техники, которая может помочь оградить или построить дамбу. Соответственно, 80% звонков, которые поступали в ситуационный центр, с начала 24 марта, это звонки по паводку. Волонтерский штаб в Актубе посетил Димаш Кудеберген, сообщает Казенформ. Центр Анахат Ахзум стал основным местом сбора продуктов питания, необходимых вещей, которые распределяются и доставляются в пункты эвакуации для пострадавших от паводков. Всем этим занимаются тысячи добровольцев. Цитата. «Я не мог не приехать сюда и не навестить своих земляков из новостей. Я узнал, что государство оказывает всю необходимую помощь. Самое главное, чтобы все смогли и все смогли восстановить и вернуться к нормальной жизни», – сказал Димаш Кудеберген в беседе с волонтерами. В Актюбинскую область прибыл гуманитарный груз из Кыргызстана. 100 тонн продуктов питания, одежды, обогревателей, предметов быта, сопровождавший автокараван министр Пучея из Кыргызстана Бабек Ажикеев отметил, что дружественные народы всегда приходят на помощь друг другу в трудную минуту. Груз направили в центр Анахат Ахсен, на базе которого открыт пункт помощи пострадавшим от паводка, откуда вещи и продукты питания по мере необходимости распределяют по эвакуационным пунктам. В Мангоставской области ученик четвертого класса передал накопленные деньги для помощи пострадавшим от паводка в Жиловойском районе. Но Расул Игалякула учится в школе гимназии села Акшукур. Он услышал о том, что идет сбор гуманитарной помощи в Кульсары и принес свою копилку с деньгами волонтерам в качестве вклада в общее дело. Услышал о сложной ситуации в Атерау и захотел помочь людям. Моя мама дает мне карманные деньги. Я их собирал и не тратил. Отнес свою копилку волонтерам. Пусть эти деньги помогут людям. С завтрашнего дня в Кустанай начинают работать школы. Часть учеников организации образования, где созданы эвакуационные пункты, продолжат учиться дистанционно. Об этом сообщили в региональном управлении образования. Онлайн-формат пока также остается в трех школах Джангельдинского, девяти школах Амангельдинского района, а также в школах Ауликольском, Наурсумском, Карасузском районах и в городе Рудном. Напомню, 8 апреля из-за поднятия уровня воды в реке Табол школьники Кустаная и Кустанайского района перешли на дистанционный формат обучения. Больше трехсот семей в Кустанайской области получили продуктовые корзины от Духовного управления мусульман. Во время визита в регион сообщество организовало центральные мечети, благотворительный обед, позже встречу с населением. Оперативные штабы Духовного управления собрали уже больше сотни тонн гуманитарной помощи. Все необходимое направили в Актюбинскую, Атаралскую, Западно-Казахстанскую, Кустанайскую и Карагандинскую области, а также в регион Улытау. В рамках акции «Караван благотворительности» в течение 10 дней туда также направили две лодки, два электрических генератора и другие необходимые вещи. В работе задействованы больше тысячи сотрудников Духовного управления и волонтеры. Ежедневно они готовят и раздают еду пострадавшим от палок. В селе Жалаула Павлодарской области построят новое жилье. Из 14 потопленных домов 5 признали аварийными. Дома возведут в кратчайшие сроки, в безопасных местах. Ярбол Абишев расскажет больше. Всего несколько дней прошло, как из села Жалаулы отвели талые воды. И специальная комиссия смогла оценить масштабы нанесенного ущерба. Из 14 потопленных домов 9 решено ремонтировать. Остальные 5 уже непригодны для восстановления. Немногим ранее мы побывали в одном из таких домов. Действительно жить там будет невозможно. Дом почти разваливается. Видите, какие трещины пошли. Мебель вся испорчена. Забрали только вещи, посуду, бытовую технику. Вчера сказали, что дом построят. Очень на это надеемся. У меня четверо детей, идти нам больше некуда. Местные жители, конечно, сильно переживали, что останутся без крова. Но проблема быстро нашла свое решение. И уже к концу этой недели в селе Жалаулы приступят к возведению нового жилья. Спонсоры взяли на себя не только строительство домов. Они же выделят деньги и на ремонт других пострадавших объектов. Акимат, в свою очередь, выдаст все гарантированные социальные выплаты. Мы сами подключаем коммуникации. Мы уже передаем полностью 100% дом с капитальной отделкой. Внутренняя отделка здесь предусмотрена. Сразу говорю. То есть будет побелено, покрашено. Все как положено. Человек зашел, мебель свою растаял и живет. А если в целом говорить о размерах нанесенного стихии ущерба, то только в этом селе его сумма превысила 100 миллионов тенге. Акимобласти заверяют, что подобная ситуация в Жалаулы больше не повторится. Для этого на окраине вырыли три котлована, куда теперь будут стекаться талые воды. На самом деле была системная проблема. Периодически это село топило. И решение такой системной проблемы мы видим в комплексных мероприятиях, включая устройство трех котлованов, устройство дамбы. И перенос некоторых домов в нижней части, те, которые основные, подтопленные, аварийные, их перенос на более возвышенную часть села. Поэтому для этих целей был объявлен режим чрезвычайной ситуации по селу, чтобы мы не затратили время на проектирование, на проведение всех процедур. Местные жители довольны таким решением. Сторожилы тоже благословили все начинания и по традиции провели обряд жертвоприношения, чтобы дело быстрее заспорилось, а беда, чтобы всегда обходило село жаловной стороной. Ербулабич, Даулет Кушхарбаев, Марат Нигликов из Павлодарской области, 24 КИЗ. В Курганской области России ожидается рекордный подъем воды в реке Табол. В Оренбуржье эвакуировали около 6,5 тысяч человек. Урал превысил отметку в 9 метров. И пока одни собирают пострадавшим помощь, другие оперативно стараются нажиться на бедах других людей. Это звуки сирен в Кургане. В области действует режим ЧС. По прогнозам метеорологов, вода в Таболе поднимется выше 11 метров, что превышает рекорд, зафиксированный в 1994 году. Глава МЧС прибыл в область и сразу отправился оценить обстановку. Ожидается, что вода затопит свыше 60 населенных пунктов, включая областной центр. Жители призывают эвакуироваться из зон возможного подтопления. В регионе установили 92 пункта временного размещения на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы. В них уже укрываются больше 250 человек. Огромная просьба. Выполняйте все требования управления МЧС и представителей местных органов власти. Это не шутки. Уходите сами, забирайте документы, ценные вещи, детей, маломобильных пожилых родственников, соседей. Уходите на высокие места, а также в пункты временного размещения, которые развернуты в каждом муниципальном округе. Сирены звучат и в Оренбургской области. Ситуация с паводками по региону остается сложной. Уровень реки Урал превысил 9 метров. В Оренбурге может повыситься еще на метр, сообщают местные власти. По области эвакуированы 6,5 тысяч человек. Потоплено более 10 тысяч домов и 13 тысяч приусадебных участков. В Орске же уровень воды стабилизируется. В городе восстанавливают горячее водоснабжение, которое частично отключили. В некоторых районах снова начнут подавать газ. На данный момент ситуация с притоком воды на улице Орска стабилизировалась. Местами уровень даже начал снижаться, как, например, здесь, на площади Гагарина, где была недавно самая напряженная точка, где была самая масштабная, наверное, спасательная операция. А тем временем люди, потерявшие имущество, волнуются о том, как получить выплаты за ущерб от паводка. Как оказалось, кредитная амнистия пока еще не дошла до сюда, до тех, кто здесь живет, в этих товариществах садоводческих. Потому что люди звонят и спрашивают, а как быть там с ипотекой, а никто не знает. Кроме того, к сожалению, заявление о даже получении 10 тысяч сейчас требует 10-дневного рассмотрения. Люди не могут ждать. Поэтому выплаты нужны уже сегодня, уже сейчас. Самое главное, чего они достают людям, это информация. Это информация о том, какие меры предпринимаются власти, чтобы они понимали, что не брошены. В ситуации не приминули воспользоваться мошенники. Министерство внутренних дел области сообщает, что аферисты размещают в интернете информацию о счетах граждан, якобы нуждающихся в помощи, и просят перевезти деньги. Также известно и о случаях мародерства. Ранее задержали местного жителя, который пытался вывезти строительные материалы из подтопленного коттеджа. На пострадавших территориях увеличено число патрульных. Задействованы свыше 900 сотрудников полиции. Тамерлан Ким, 24 Киезет. Великобритания готовит гуманитарную помощь для казахстанцев, пострадавших от паводков, теплую одежду. Предметы первой необходимости собирают местные активисты и наши соотечественники, которые учатся и работают в королевстве. Они также начали сбор финансовых средств. Поклонники певца Димаша Кудайбергена принимают активное участие в благотворительной инициативе. Нам известно о паводках, которые затронули вашу страну. Мы собираем деньги, чтобы поддержать тех, кто пострадал от стихийного бедствия. Мы также будем молиться, чтобы приток воды прекратился, и ситуация стабилизировалась как можно скорее. Около 5000 обращений написали казахстанцы в поддержку о внесении изменений в закон об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В целом, новеллы направлены на их защиту от любых форм насилия. Сейчас документ находится на рассмотрении сенаторов. Тему продолжит Гульнара Ерманова. Одна из главных новелл этого закона – криминализация побоев. В разряд уголовно наказуемых перейдут и преступления, связанные с нанесением легкого вреда здоровью. Пока эти статьи в административном кодексе. Криминализировать эти деяния нужно, потому что для того, чтобы обеспечить нулевую терпимость, обеспечить ответственность, скажем так, людей, которые допускают себе эти формы насилия путем переведения этих действий. Хотя, на самом деле, побои причинения легкого вреда здоровью в уголовном кодексе, в новой редакции сейчас, оно грозит штрафом до 200 МРП и арестом до 50 суток. Раньше это был штраф до 15 МРП и арест до 15 суток. Побои сейчас увеличены до 80 МРП и привлекаются к общественным работам до 80 часов. Раньше все эти меры воздействия были меньше. Только за первые два месяца этого года к административной ответственности в стране привлекли почти 18,5 тысяч семейных агрессоров. Всем им вынесли защитное предписание. Теперь депутаты предлагают принять для абьюзеров принципиально новые ограничения. Жертвы у нас не защищены от преследования со стороны абьюзера или агрессора. Это не обязательно может быть домашнее бытовое насилие. Это любые формы. В смысле, это может быть любой человек, который совершил противоправные действия в виде побоев или нанесения вреда здоровью в отношении человека. И в отношении таких людей будет введено ограничение. Ему будет запрещено приближаться к жертве. Ему будет запрещено употреблять алкоголь, психотропные препараты. Ему будет запрещено хранить оружие, в том числе носить его, даже если у него есть разрешение. Ему будет в целом запрещено каким-то образом воздействовать на жертву через телефон, через социальные сети. Все это будет наказываться законом. Пока же борьба с агрессорами в Казахстане ограничивается лишь профилактическими беседами и постановкой на учет по месту жительства. Всего же, по данным МВД, только в начале 2024 года в стране было зарегистрировано больше 15 тысяч преступлений, связанных с семейно-бытовым насилием. Общественники отмечают своевременность нового закона. Согласно прошлогодней статистике, в 2023 году от рук супругов погибло около 400 женщин. По статистике, например, мы сейчас вынуждены просто принять этот закон. Ужесточение закона в отношении криминализации, допустим, в отношении бытового насилия, это очень правильно. Мы должны еще думать о подрастающем поколении. И я предложила внести пропаганду национальных ценностей, семейных ценностей. Допустим, мы должны искоренить в будущем. То есть, получается, вот такие факты. Срок давности за побои и нанесение легкого вреда здоровью составит год. Примириться с обидчиком можно будет только один раз. Но при условии, что в течение этого времени в отношении жертвы не будет совершено новое преступление. Уже на этой неделе закон рассмотрят на заседании Сената. Сегодня судебно-медицинский эксперт опроверг версию смерти Салтана Тнукеновой от удара об унитаз. По словам Тахира Халимназарова, она наступила из-за травмы головного мозга тяжелой степени, полученной не от самостоятельного падения. Он также рассказал участникам судебного процесса и о других травмах. Напомню, сегодня в столице состоялось седьмое заседание суда по делу Куандыка Бешимбаева. И его брата, бывшего чиновника, обвиняют в умышленном убийстве и истязании гражданской жены, а его родственника в укрывательстве и недонесении о преступлении. Подробности в материале это Мирис Белял. Сегодня в зале суда судмедэксперт Ахир Халимназаров дал показания по дополнительной комиссионной экспертизе. Свои показания он давал с демонстрацией побоев на манекене. Синим цветом указал кровоподтеки, красным ссадины. Ахир Халимназаров сообщил, это травма головы тяжелой степени. Причина смерти, вот эта травма, вся вместе, нельзя отдельно рассматривать это, это, это. Это вся совокупность. Они, каждый из них, так же, как указано в первичной экспертизе, так же нам, они, вот эти все травмы, это удары. Они взаимоотягощают друг друга. Простым языком, это удары по голове. Тахир Халимназаров также заявил, на теле погибшей выявлены признаки удушья. Смерть девушки сопровождалась не храпом, а хрипом, возникшего из-за недостатка кислорода. Свои показания эксперты аргументируют результатами первичной медицинской экспертизы. Стены, пол, это все твердые, тубые предметы с преобладающей поверхностью. А твердый, тубой предмет с ограниченной поверхностью. То есть, любой предмет, который имеет размеры меньше, чем область повреждения, то есть, туда все входит, начиная от кулак, нога, камень, все туда входит. Судья также спросил о версии перелома носа, костные обломки которого оказались в области глаза погибшей. Эксперт опровергает версию Хуандыха Бешимбаева о наступлении смерти с алтанатой за падение на унитаз и пол. Когда травмирующий предмет имеет такие четкие грани, да, они, это следообразующий отпечаток, травмирующий предмет называется. Допустим, кассетом ударили, мы знаем, что это предмет, формы специальной. Да, допустим, если углы и края унитаз, характерные наружные кровоподюки могут остаться. Тахир Халим Назаров рассказал в зале суда и об объеме гематомы в голове погибшей. Сгусток крови составил 230 граммов. Это смертельное скопление жидкостей, из-за которой сместился мозг. Эксперт заявил, шансы спасти с алтанат Нукенову были маловероятны. Добавлюсь, судебное разбирательство проходит ежедневно в столичном суде. Тамириз Белял, Галамжан Абдыхалат и Досхан, Курас, 24 кизат. В Шемкенте еще один микрорайон полностью обеспечили электроэнергией. Для этого специалисты провели масштабные работы и запустили на окраине мегаполиса новые линии электропередач протяженностью более 100 километров. Ранее АСАР-2 зависел от частных трансформаторов, которые не выдерживали нагрузок. О том, как проводят сейчас электрификацию в мегаполисе, расскажем в следующем материале. В микрорайоне АСАР-2 жители больше не будут проводить вечера при свечах. Трансформаторы, тихо гудящие в новой распределительной подстанции, должны работать бесперебойно. Больше тысячи домов уже начали подключать к электроэнергии. Все дома, которые ранее были подключены к частным трансформаторам, теперь переходят на новые линии. У качественную поздравляю вас. А за кулисами этого момента стоит большая работа строительства более 100 километров линии электропередач и установка железобетонных опор. А затем, как иллюстрация к поговорке, будет и на вашей улице праздник. Жители эмоции и радости не скрывают, тем более, что платить за свет им придется меньше. Мы до этого платили 40 тенге за киловатт. Это очень дорого. Теперь в два раза меньше платить будем, а при этом получим качественное электроснабжение. Электрификация в Шемкенте – это не только технический процесс, но и ключевой момент в развитии мегаполиса. Стабильное электроснабжение является неотъемлемым фактором для развития различных отраслей, включая промышленность, малый и средний бизнес. Чуть дальше от АСАР-2 есть большая подстанция 1М1. Оттуда электроэнергия попадает в распределительную подстанцию. Теперь весь населенный пункт обеспечивается. Напряжение хорошее. Всем хватает. В Шемкенте, согласно данным Управления энергетики, у жителей других населенных пунктов Батыск, Кайнарбулак, Нурса, Туркестан, также появилась возможность подключиться к качественной электроэнергии. Необходимая инфраструктура там построена. На очереди Акжар и Туран. Катерина Попкова, Шемкент, 24КЗ. Масштабный экологический месячник стартует в Астане 13 апреля. В рамках акции планируется очистить парки и скверы от скопившегося за зиму мусора, привести в порядок тротуары, проезжую часть высадить деревья, обновить фасады, ограждения. Будут ликвидированы и несанкционированные свалки. Одними из первых к уборке своей территории после зимы приступают жители этого столичного ЖК. В субботниках участвует каждая семья. Дети собирают мусор во дворе и подъездах, взрослые сажают деревья и красят металлические конструкции. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Чистота – это первая очередь, чтобы подвалы сухие были, чтобы лестничные площадки, мусор ничего не лежал. 7, 8, 9, 10 лет дети выходят. Лопаты просили, детскую площадку чистили от снега, чтобы в футбол играть. Дети сами себе чистили. А взрослые пенсионеры выходят тоже без проблем. Активные жители у нас. Организаторы акции по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города надеются, что примеру жителей этого дома последуют все остончания. Одни будут убирать свой двор, другие приводить в порядок объекты бизнеса. По традиции, активное участие примут члены молодежных организаций. Наряду с местными жителями на уборку выйдут и молодые активисты. Мы приложим все усилия для того, чтобы Астана соответствовала своему статусу – столице Казахстана. Постараемся создать благоприятные условия для отдыха гостей и иностранных туристов. Призываем горожан не оставаться в стороне. В рамках акции большое внимание будет уделено и озеленению города. Планируется высадить свыше 270 тысяч деревьев. Напомню, экологический месячник стартует 13 апреля и пройдет под девизом «Таза Казахстан – Астана образец чистоты и порядка». Айсулу Махмутова, Мадзиар Кандыбаев, 24КЗ. Эстафету республиканской экологической акции «Таза Казахстан» подхватили и жители Казалардинской области. В течение месяца здесь планируют проводить субботники, сажать деревья и красить архитектурные сооружения. Сегодня участники акции высадили тысячу саженцев тополя, ивы, карагача и ясеня. А до конца года в регионе прибавится не меньше 100 тысяч новых зеленых насаждений, обещают в Экиматсе. В этом году мы уже высадили почти 28 тысяч деревьев в областном центре и районах области. Посадочный материал предоставят 8 лесопитомников региона, где в общей сложности вырастили 17 миллионов саженцев. Кроме того, ведется масштабная работа по формированию зеленого пояса вокруг областного центра. Начали посадку с Иксаула на площади в 3000 гектаров. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.